В селе Засосно Красногвардейского района теперь есть сразу два детских творческих коллектива лауреата первой степени 13-го международного конкурса «Без границ». Он проходил в Санкт-Петербурге, и участие в нем приняли несколько десятков фольклорных, музыкальных и танцевальных ансамблей России и стран ближнего зарубежья. Из чего складывалась победа в репортаже наших корреспондентов. Эту песню ребята называют не иначе, как «Наш счастливый ключик к победе». Детский ансамбль русских народных инструментов «Ручеёк» за Соснинской школой искусств к выступлению на международном конкурсе готовился более полугода. Сразу решили, у «Ручейка» будет только своё собственное русло к успеху. Инструменты, аранжировку, партитуру подбирали под каждого участника. Нельзя копировать кого-то, потому что не получится, потому что дети разные, возможности детей разные. И всегда делается инструментовка под своих детей. Может ребёнок сыграть, ему сложнее партию, не может, приходится упрощать. 11-летняя Маша специально для конкурса научилась играть на ложках и ксилофоне. Диплом лауреата в первой степени в номинации «Детский ансамбль народных инструментов» стал для неё и желанной, и одновременно неожиданной наградой. Это была радость, в некотором даже удивление. Мне кажется, что жюри зацепило то, что у нас уникальные инструменты, стремление и наша мелодичность. Ещё один коллектив, только теперь хореографический, прославил село в Санкт-Петербурге. Воспитанницы ансамбля «Засосненские жемчужинки» в категории «Народный танец» получили самую высокую оценку. Это непередаваемый восторг, а также смешанность с чувствами гордости, наверное, потому что на этот конкурс мы ездим уже третий раз, и одержать в таком масштабном и профессиональном конкурсе первое место – это огромная гордость для нас, для ансамбля, который приехал из села. Путешествие в Санкт-Петербург не состоялось бы без поддержки местных меценатов. Средства на поездку собрали сразу несколько компаний и частных предпринимателей. Педагоги школы искусств считают, что участие в таком конкурсе дает творческим коллективам неоценимый опыт. Прежде всего, развитие, взлет, поиск нового, чего-то такого особенного. Необычные эмоции и впечатления от своего выступления в Санкт-Петербурге ребята запомнят надолго. Они уверены – впереди их ждут новые победы. Александр Кветко, Наталья Виноградова, Новости мира Белогория.